Ребята, всем привет! Мы находимся сейчас... Да, вот Костя, поприветствую всех. Находимся в Одинцовском районе, в поселке Вниисок. Просто в предыдущем видео написал в Одинцово, мне сразу поступили комментарии, что это нифига не Одинцово. Это Одинцово, да? Как это, Костя? Читается? Городское поселение Одинцово. Городское поселение Одинцово, поселок Вниисок. Вот, собственно, здесь я и пребываю в отпуске. Шикарные дни, да. Идем сейчас в магазин, и также вот попросили просто поснимать окружающую действительность. Как живут люди в поселке Вниисок Одинцовского поселения. Городского поселения Одинцово. Вот, смотрите. Вот здесь, за этим забором поле, потому что это все союзные некоторые, а теперь все российские научно-сельский институт, семеноводство. Но поля до тех пор, как... Культур, овощных культур. Ага. Поля, все это есть, все это функционирует. И семеноводство, оно продолжается здесь. Но, может быть, уже не в тех масштабах, как было раньше. А что здесь выращивают? Никто не знает, да? Никто не знает. Забор, да. Секретная информация. У меня из окна видно поле. Ну, я поля-то видел, но только там не видно ничего. Ну, так что, еще пока рада еще. Ну, по-моему, и летом тогда ничего не было. Было, но не видно, что. Секретная информация. Да. Ну, вообще, это такой спальник типичный. Ну, конечно, да, спальный район. Очень добрый. И весы, и вот тут все. Да, ну, потому что здесь живая... Ой, живая, я говорю. Дешевая недвижимость относительно. Ну, да. Поэтому, да. Смотрите, проблема, проблема с парковкой. Очень много вообще. Да, да. Особенно ночью. Ночью, когда я сюда приехал, невозможно было вообще проехать даже, потому что тут с двух сторон было все заставлено. Ага. Вообще, Денцова считает, что она вот по Московии самым перегруженным вот транспортом города. Короче, вот самый перегруженный город. Ну, это же и можно наблюдать и здесь. Дичайший ветер, ребят, я не знаю, будет хорошо слышно или нет. Вообще, ужасный ветер. Вот, на улице сейчас примерно, сейчас я почувствую, примерно плюс семь. Плюс семь. Костя думает, плюс четыре. Ну, может быть и так, да. Ну, ветер. Ветер просто. Ветер, да. Ветер, да. Ветер, да. Ветер, да. Ветер, да. Ветер, да. Пойти. Просто прогуляться здесь. Ты думаешь, до озера идти? Ну, давай, да тут рядом. Вон он. А, сейчас, сейчас мы покажем озеро. Где платный рыбал. Это главная достопримечательность этого куска поселка в Нейсок. Да и вообще всего. Всего поселка в Нейсок, да. Он небольшой, семь тысяч человек. Семь тысяч человек. Мусорные баки. Собаки забияки, вон. Вильгельм. Вильгельм. Я покажу собаку, да? Нет, у меня же Staffordshire. А, а это билет. Это, это МОПС. Ну, как тебе Костя вообще живет в поселке в Нейсок? Ты рад, что купил именно здесь квартиру? Ты же рассматривал другие варианты. Ну, да, в общем... Вот, смотри, ты жил в Бутово. Где тебе больше нравилось? В Бутово или в поселке в Нейсок? Знаешь, как бы, в Бутово... Потому что там метро, да? Да, там метро, конечно. Там ближе, да. В этом смысле. Но все-таки в Бутово я жил на съемной хате. Ну, да. А здесь... Ну, я рассматривал покупку квартиры и в Бутово. Может быть, оно и хорошо, что я ее не купил. Почему? Здесь, ну, потому что там, бладь, пришлось на ипотеку. Это просто... Ну, а также ты... Ну, нет, я же в ипотеку не влез, я просто занял деньги. Без процентов. А там, то есть, надо было больше занимать? Да, и плюс ко всему строительство еще складывается. Вот, ну, Москва, это Москва. Ну, да. Здесь я заехал в квартиру, даже частично с мебелью. Здесь очень хороший год. Да, 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 да. Кстати, вот здесь выходишь сразу, когда даже из электрички выползаешь, чувствуешь такой деревенский воздух. Да, прям дышится легко. Потому что поля еще... Вот, кстати, смотрите, поля видно сейчас. Поля видно? Видно, да. Там просто черные, да. О, да. Чуть-чуть растаяло. А что тут смотреть, если она замерзла? Отсюда, с берега посмотрим. Сейчас я покажу. Вот, замерзшее озеро большое. Все замусорено. Люди приходят на пикник, пожрут. Мусор, разумеется, кидают здесь. Вот, смотрите. Ну, здесь я однократно. Ну, сейчас нет пикник. Ну, все равно, вон банки от пива валяются. Вон баклаха пива. Пакеты. Пакеты. Свинство. Сейчас мы куда идем? Сейчас мы идем в аптеку. Я куплю алкоклин. Это чтоб не бодунить, да? Да, ну, такая хорошая такая таблетка. То есть ты утром ее принимаешь, у тебя нет похмелья, да? Ну, ну, как нету, как бы. Я, ну, я не так часто их принимаю, но вот сегодня что-то я захотел их принять. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что получится. Что-то это. Только праздников подряд. Каждый день как праздник, да. Вчера гуляли. Вот они, алкоклин. Такая вот стука, тогда рекомендую. В принципе. Сейчас обвинят в рекламе. Это не реклама, ребят, это совет просто. Совет от Костика. Нам типа, ага, заплатил алкоклини. Нормально, две штуки за два часа до приема алкоголя. За час, за два, две штуки таблетки, короче. Все нормально. Все нормально, да? Более-менее. И утром, если все-таки какой-то бадун, то еще одну. Вот, теперь мы идем здесь в бары. Здесь работал макарин. До недавнего времени юридическим конкурентом. Уже полюбившийся мной, пропокинувший юзуб. Ну, на моем канале его не знают. Да, как бы знают. Ну, хотя, да, 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 да. Уже знают, да. Посмотрят. Смотри, смотри, вот как все в машинах просто. Просто вообще не видно, как проехать. Тротуаров нет совсем, машины едут прям просто. Вот ты идешь по дороге, получается. Этим напоминает Таиланд. Таиланд, да. Где машины и люди. Просто чувак вот аварийку включил, кинул на дороге прям. И все. Вот здесь только. Готоварь начался. У нас тут плохо устраивает, но туда под перекрестами. Да, открыли гигантский магазин, торговый центр, точнее. Я в ноябре был, его не было еще. Ну, и здесь Макдональдс. Макдональдс открыли. Свобода, капитализм, Макдональдс. Сейчас пойдем поедим в Макдональдсе. Ну, можно с собой. Собой. Ну, можно с собой. А не остыно туда? Да, куда нам сюда заходить? Ужасный ветер. Вот. Города еще мало у нас здесь. Ну, я знаю. Ну, я знаю. Ну, как он здоровый такой. Еще не привыкли. Ну, да. Попаем. Ага. Ну, не так. А тут еще стри пустые площади везде. Да. Ты уже был тут в Макдональдсе? Один раз заходил. Ну, мы потом можем, в принципе, в перекрестке купить сюда. Ну, да. А что ты будешь и курить везде, и куры там купить? Ну, куры там. У проверенного чувака. Да, да, да. Он не обманывал. Наши дорогие гости. Да, да, да. Из ближнего зарубежья. Занимаются, да. Тем, что готовят курицу, в которых, в принципе, вкусно. Да. Наткнулся на интересный палисадник за домом. Смотрите, из камня, из бутылок, из ведер. Очень красиво. Художественная самодеятельность каких-то местных жителей. Смотрите, в этом доме я живу, это Макдональдс. Да. Я думаю, это бабушки. И садят деревья здесь. Да. Да. И они посадили. Это, видишь, гражданская активность. Вот это хорошо, хорошо, когда граждане сами что-то организовывают. Я очень котирую и уважаю. Да, я тоже очень. Ну и кое-где это можно встретить. Да, 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 в России. Это радует. Вот, мы сходили. А, да, затарились в магазине. В Макдональдс. Да. Купили чизбургеры, а, гамбургеры, бигмаки, что-то. Купили куру гриль. Здоровая кура гриль стоит 250 рублей. Да. Купили аджику, которая стоит 100 рублей. Домашняя. Домашняя. Домашняя аджика. Вот просто не написано. Я думаю, там может быть какая-то шляпа. А я не думаю, здесь же поселок маленький продают. Ну, да, да, да. Придут, предпринимают. Надеюсь, будет. Да. Ну, а мы сейчас пойдем. Возвращаемся домой. Так что, ребят, ужасный ветер. Вот. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки. Комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч.